Путин рассчитывает на три таких, знаете себе, ключевых фактора, которые могут разыграться в этой стране. И мне кажется, эти факторы игнорировать нельзя. И все они связаны с силовым сектором. А какие-то три фактора? Ну, первый фактор я бы назвал, это политизация фактически силовых структур. Это страшный аргумент и страшный фактор. Ну, возьмем такую политическую силу, как правый сектор, который вроде бы имеет свои вооруженные силы. Или как отнестись к тому, то, что есть. Возьмите начальника генерального штаба, который был членом партии регионов. Возьмите начальника генерального штаба, если мы по переднюю возьмем, который был членом СДПУ, я еще не понимаю, если это первый генерал армии Родецкий. То есть вот эта негативная тенденция, она набирает, так сказать, своих. К чему это приведет? Мы уже видим то, что, например, добровольческие подразделения начинают вдруг ни с того ни с сего привлекаться к политическим выборам. Это что? Хорошо, я согласен. Путин на это рассчитывает и Путин надеется, что, так сказать, этим путем дальше Украина пойдет. Это одна стратегия, на которой делается толку Кремль. А две остальные? Второе, это криминализация тех же самых структур. Почему? Криминализация, да очень все просто. Начинается торговля на границе, начинается пропускать нелегально. Мы видели... Компробанду. Абсолютно правильно. То есть вот вам, пожалуйста, Путин тоже на это рассчитывает. И это я вам еще раз говорю. Те, кто подыгрывают этому, играть на руку Москве тут однозначно. А третье? И последнее, это деморализация вооруженных сил и деморализация формирования. Вы поймите правильно, то, что вот то, что мы сегодня наблюдаем, это один из моментов, которым ДНР, ЛНР, сокращенно Лугандон, я их называю, они борются с вот этой деморализацией внутри у себя, криминализацией внутри себя. То есть, понимаете, когда войска находятся, они должны или социально отводиться на отдых какой-то, да, то есть проводится ротация, где они проводят учения, где они проводят какую-то реабилитацию психологическую, здоровье и так далее и тому подобное. То есть этот процесс идет постоянно, войска задействованы, им некогда заниматься ерундой. Или войска начинают сидеть постоянно в окопах и занимаются непонятно чем.